Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим устройство и принцип действия пневматических сушилок. Пневматические сушилки представляют собой вертикальную трубу, в которую сверху подается распыленный сыпучий продукт. И сушка проводится во взвешенном состоянии. Во время сушки продукт падает вниз, а снизу подается нагретый воздух. Встречаясь с продуктом, воздух отбирает у него избыточную влагу. Для того чтобы процесс состоялся, скорость подачи воздуха находится в диапазоне от 5 до 15 метров в секунду. Рассмотрим устройство и принцип действия пневматических сушилок подробнее. Пневматическая сушка используется при обезвоживании мелкодисперсных материалов, при удалении главным образом поверхностной влаги. Скорость движения воздуха в аппаратах приблизительно вдвое больше скорости витания частиц. Пневматические трубы сушилки прямоточные, что позволяет применять высокие температуры сушильного агента. В пневматических трубах сушилках сушка продолжается несколько секунд. В них больше 50% всей влаги удаляется в начале процесса на разгонном участке длиной от 1 до 1,5 метров. Эффект пневматической сушилки достигается рециркуляцией, ретуром подсушенного материала и смешиванием его с влажным материалом. Применяют сушилки различных конструкций для увеличения количества испаренной влаги при небольшой высоте аппарата, типа труба в трубе, серпантин спирального типа. К разновидностям пневматических сушильных установок относятся вихревые сушильные аппараты с тангенциальным вводом влажного материала. В аппарате образуется вращающееся циркулирующее кольцо толщиной от 100 до 150 миллиметров. В зависимости от размера частиц, пребывание их в камере длится от 2 до 3 минут. Спиральные пневматические сушильные аппараты изготовлены в виде плоской бифилярной спирали в вертикальной плоскости. Влажный материал с нагретым газом в сушильной камере проходит от входного патрубка к центру камеры и от центра к периферии и к выходному патрубку. Пневматическая сушилка ППС-25М предназначена для сушки крахмала после механического обезвоживания. Калориферная установка состоит из 6 пластинчатых калориферов КВБ-11П-01, установленных в общем кожухе в 2 ряда. Поступающий воздух очищается в 12 масляных ячейковых фильтрах системы РОККО, установленных перед калориферами. Питатель представляет собой сварную корытообразную емкость. Внутри располагаются мешалка и винтовой конвейер. Рыхлитель представляет собой корытообразный кожух, в котором в подшипниках вращается вал с бичами. Бичи повернуты на 15 градусов влево или вправо по отношению к оси вала. Это способствует лучшему рыхлению и дает возможность поддерживать частицы во взвешенном состоянии. Кожух снабжен патрубками для выхода горячего воздуха и крахмала, и выхода крахмала воздушной смеси. В сушильной трубе 6 сушка заканчивается. Сепаратор представляет собой промежуточную емкость, которая соединена верхней частью с сушильной трубой, а внизу переходит в возвратную трубу 7. Батарея циклонов состоит из 4 циклонов УЦ-38, расположенных в два ряда и соединенных между собой. В нижней части каждая пара циклонов имеет общий винтовой конвейер со специальным клапаном. Клапан препятствует подсосу воздуха и открывается лишь при наличии крахмала на конвейере. Посредством вертикальных патрубков и специального кожуха верхние участки циклонов подсоединены к входному патрубку вентилятора С7-40. Скрубер, мокрый пылеуловитель 1, представляет собой усеченный конус со специальным днищем завихрителем. Сырой крахмал подается в питатель, откуда поступает в приемный патрубок рыхлителя. В рыхлителе происходит дробление крахмала и интенсивное его перемешивание горячим воздухом. По мере высыхания частицы поднимаются из рыхлителя вверх по трубе и досушиваются, находясь во взвешенном состоянии в потоке воздуха. Вверху происходит поворот потока вниз. На своем пути частицы ударяются об отражательные щитки сепаратора. При этом более тяжелые частицы выпадают из потока в возвратную трубу, а более легкие направляются к циклонам. Недосушенные и крупные частицы по возвратной трубе поступают в питатель, где смешиваются с сырым крахмалом и снова подаются в сушилку. Высушенный крахмал отделяется в циклонах и винтовыми конвейерами направляется к упаковочным машинам. Вентилятор-2, отсасывающий воздух из циклонов, создает разрежение во всей системе. Воздух от вентилятора подается в скруббер на мокрую очистку, откуда выбрасывается в атмосферу. Технические характеристики сушилки представлены в таблице на слайде. Вакуумная сушилка B6ЖРН8 предназначена для непрерывной сушки масла после рафинации. Сушилка представляет собой вертикальный цилиндрический сосуд, состоящий из двух частей – верхний и нижний. В верхней части имеется каплеотделитель 2, состоящий из уголков, уложенных в два ряда. Под каплеотделителем расположен блок из трех форсунок. Ниже находятся тарелки-перегородки 5. Через боковой люк нижнего корпуса приходит рычаг с поплавком 6, регулятора уровня. В нижний патрубок корпуса вставлен змеевиковый подогреватель 10. Снаружи сушилка имеет люк LAS, два смотровых стекла, светильник, указатель уровня, термометр, вакуум-метры, термореле, регулятор уровня и пробный кран. Корпус сушилки теплоизолирован. К блоку форсунок подводится под давлением рафинированное масло и распыляется. Попадая в зону пониженного давления, влага, содержащаяся в масле, интенсивно испаряется и откачивается пароинжекторным вакуумным насосом. Каплеотделителя препятствуют проникновению масла в вакуумный трубопровод. Капли масла, падая на тарелки перегородки, стекают в нижнюю часть корпуса сушилки. Уровень масла в нижней части контролируется и поддерживается на определенной высоте регулятором уровня. Для разогрева оставшегося в сушилке масла служит змеевиковый подогреватель. Техническая характеристика сушилки представлена в таблице на слайде. Центробежная сушилка CS4M предназначена для сушки крахмала до товарной влажности после механического обезвоживания на центрифугах. Ротор комбинированной центрифуги состоит из наружного и внутреннего барабанов, опирается посредством подшипников на станину. В наружном барабане размещены конус 11 и перфорированный цилиндр 5, в которых вставлена фильтрующая сетка. Во внутреннем барабане имеется винтовой конвейер с прикрепленным к нему лопастным барабаном с лопатками. Внутренний барабан 3 полуосями опирается на подшипники, вмонтированные в полуоси наружного барабана 6. В стенках внутреннего барабана имеются отверстия, расположенные у основания питающего конуса. Питающий конус 11 сообщен с ловушкой 10, укрепленной на станине. Барабаны ротора вращаются в одном направлении, но с разной частотой. Разницу между частотой вращения барабанов обеспечивает планетарный редуктор. Вентилятор сушилки всасывающим патрубком соединен с колорифером 1. Для очистки воздуха служат масляные фильтры. Нагнетательный патрубок вентилятора 3 соединен с сушильной трубой, которая представляет собой воздуховод, расширяющийся перед циклоном 2. Циклон в верхней части имеет выхлопную трубу для вывода отработавшего воздуха, а в нижней части соединен с бункером. Привод сушилки 9 от электродвигателя комбинированной центрифуги 3 через центробежную муфту, клиноременную передачу и планетарный редуктор. Крахмальное молоко через ловушку по питающей трубе через конус 11 и отверстие во внутреннем барабане 3 поступает в конус наружного барабана. Под действием центробежных сил из крахмального молока на стенках конуса осаждается крахмал. Жидкая фаза переливается через окна в полуоси и выводится из центрифуги. Вследствие разной частоты вращения барабанов осажденный крахмал перемещается винтовым конвейером 2 к меньшему диаметру конуса и выгружается в перфорированный цилиндр 5 наружного барабана. В цилиндре крахмал под действием центробежных сил осушается до влажности 35-40%. Фильтрат отводится через сборник. Лопатками 7 из цилиндра 5 крахмал направляется на лопастное колесо вентилятора 8. При этом горячий воздух перемешивается с крахмалом и направляется в сушильную камеру и далее в циклон. На пути движения крахмал высушивается до влажности 20%. В циклоне сухой крахмал отделяется и отработавший воздух удаляется в атмосферу. Осажденный крахмал поступает в приемный бункер. Техническая характеристика сушилки CS4M представлена в таблице на слайде. Вы посмотрели видео лекцию, посвященную устройству и принципу действия пневматических сушильных установок для пищевых продуктов. Таких как молоко, кофе, крахмал и других. Спасибо за внимание. Желаю вам всего хорошего и до новых встреч.